Алло, тётя Тань, это я. Не, родителей дома нет. Я одна дома сижу. Нет, мне не скучно. Тётя Тань, скажи, ты каждый день на скалке прыгаешь, что прыгаешь, прыгаешь, папа говорит, что у тебя каждый день заскоки. Тётя Тань, а ты знаешь, наш телевизор сломался? Не, меня новости не интересуют, это погоду всегда интересует, интересует это всегда нашу бабушку. Да, потому что к дождю у неё всегда живот болит, а папа говорит, жрать надо меньше, когда погода будет хорошая. А ты знаешь, тётя Тань, бабушка сделала лекарство по рецепту доктора Малахова. Ты не знаешь, что такое Малахов? Это такое это, чё вы это? Это вождь всех больных. Бабушка выпила по его рецепту лекарство от желудка и про желудок сразу забыла. Она её крючком согнула, глаз косит немного, а одна нога не работает. Ой, тётя Тань, у нас новость, ты знаешь, мы купили новую машину по имени Форта. Ой, с этой машиной наша жизнь пошла веселее. Тётя Тань, во-первых, мы узнали, что Мама моя у нас овечка тупая, которая ничего не понимает в виде насоси. Мама с папой чуть не подрались. Их успокоила наша соседка, тётя Рина. Она психолог, она знает, как успокоить мужчину. Она успокоила папу утюгом. Ой, тётя Тань, знаешь, мы на эту машину, значит, все сели. Ну, сначала я тебе, тётя, расскажу, как, знаешь, какая у нас машина. Очень красивая, цвета молочная, такая молочно-белая. Ну, мы все сели вместе и поехали на этой машине. Но папа почему-то стал кричать, потому что у него сломался подогрев сиденья. Да, тётя Тань, и ты знаешь, они такие странные. А вот овечка, то есть моя мама, сразу сказала папе, чтобы он не смотрел на жителей по сторонам, а смотрел прямо на дорогу. Папа посмотрел на маму, отвёкся, и перед нами выросло большое дерево. Папа очень твёрдый. Мы его поцеловали, и машина дальше не захотела ехать сама. Её стал толкать дедушка. Ну, сначала он не хотел толкать, но папа сказал, что если дедушка не будет толкать, то папа расскажет бабушке, почему дедушка записал женский хор «Сорока женщин» Христов. Он только там один такой хорёк. Дедушка стал толкать машину, как молодой олень. Да, бабушка тоже с нами ехала, но она сначала не хотела ехать. Её ещё это не разогнуло после этой айболита Малахова. Но папа не сказал, что поедете, леди Сергеевна, потому что сигнализации в машине нет. Мы пойдём в супермаркет, а вы, как самая умная, будете сидеть в машине вместо собаки. Потом папа сказал второму кривому воротине, то есть нашему деду, что он без него, старого сла, знает, что на красной надо стоять. Но папа на красной едет, потому что папа сказал, что в машине нету тормозов. Но мама сказала, что тормоз в машине есть, он сидит за рулём. Поэтому нас остановили деды с полосатыми палочками. Они называются на букву «Г». Ну, забрали нас в милицию, а машина в милиции осталась жить. А мы пошли пешком. Папа на всю улицу орал, что какие-то гады пихнули нас в машину воробанную. Теперь пропали наши деньги, кричал. Папа говорит, хорошо, что машину купили на деньги бабушки. А бабушка с дедушей сказали, что папа у нас как был с шаром тупым бараном. И так и остался безмозглым дядем, который думает копчиком. А ещё бабушка сказала, чтобы папа не смел вступать свой рыло в её холодильник в поисках колбасы. Ну всё, тётя Таня, я рисунок уже дорисовала. Да, ты знаешь, какой я нарисовала рисунок? Ой, вот мы едем на своей машине к морю. И так и остался безмозглым.